доброе утро девочки такое вот у меня утро время 20 12 встала я в одиннадцать пошла приняла душ помола голову сегодня в ночь собираюсь на работу ой хохма завела разбудила дима сегодня пол седьмого владюшу разбудила в школу ну и думаю сейчас же уснул раз мне утром никуда не надо думал можно поспать ладно взяла будильник на 15 8 думаю диму надо отправлять 15 8 и говорю многие мы давай спать папа наш уже ушел на работу мы с димка заварились тут и спим будильник у меня зазвенел сработал евро дима в школу и сама получается отключилась полностью 2 автору будильник завела на 8 7 40 чтобы владюшу отправить в школу 2 будильник уже звонит 8 7 40 я подскакиваю дима опоздали в школу а влад не из комнаты кричит мама нужно давно ушел 3 его разбудила димку а сама как он ушел вообще не слышала провалилась вообще вот как он надевал куртку как он выходил он так громко хлопает дверями входы не мне порой иногда кажется что скоро придут соседи к нам жаловаться что он так громко хлопаем дверями и я этого всего представляете не слышала ну тут вот владюша я говорю тогда твой будильник зазвенел грудова иди груш собирается да как час иду ну как владюшу уже уходил я уже конечно слышала так ну надо же так и опять провалилась уснула и вот только проснулась вот в 11 часов девочки сон нарушен вообще у меня полностью я знаете наверх я уже говорю как ребенок день с ночью перепутала эти утра могут долго спать а ночью не могу долго уснуть вчера например я уснула в 2 часа ночи это не факт уснула ли я или не уснула не знаю было время без 15 2 я еще валялась кухтёв свертелась так что такие вот дела девочки сейчас чем-нибудь позавтракаю наверное в общем и надо счетами сегодня готовить кушать время уже пол двенадцатого нужно приготовить что-то всем на ужин на обед на завтра может быть на работу мужа обязательно ну и время пройдет сейчас пока приготовлю пока туда-сюда и дима со школы придет уроки владюшок ведет уроки пока покормлю ну вот так это и проходит мой день сейчас покажу какая у нас на улице погода сегодня думаю вчера думаю надо пораньше проснуться включить гирлянды люблю когда гирлянды горят а проснулась в 11 часов проснулась так и пораньше я просыпаюсь ладно девочки особенно балкон покажу вам какая у нас сегодня погода вроде бы солнышко посмотрим что там говорит наш градусник что покажет так что девочки пойдемте вместе такая у нас девочки погода солнечная раз вот на том доме видно солнышко отражает на градуснике минус 8 с мокрой холодной головой зябковато полотенцем на голове ветерок немножко есть елочки качается уже все елки по сдувала снег точнее с елок весь по сдувала такие красивые елки стояли вот как заходишь дома судно балкон начинает пластик трещать не знаю слышно вам нет перепад температуры начинается такого треска . . . . . Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, мой завтрак Три таких бутербродика Хлебушек, кстати, бородинский Просто обалденный, очень вкусный И чайчик Чайчик у нас Тес, вкусненький Сейчас позавтракаю Вот такой будет у меня сегодня завтрак Всем, девочки, приятного аппетита Кто завтракает, обедает Либо ужинает Вот такая вот у меня курочка Большая часть ее Сейчас я пообрезаю на части Что-то пойдет на бульон А что-то буду готовить сегодня Какое-нибудь второе блюдо Из этого кусочка курочки Так, ну что, здесь поставила На бульон Вариться курочку Переложила в побольше кастрюльку Помыла мясо и поставила варить Освободила казанок Он у меня был тут в холодильнике Вот сейчас вот это мясо Что-то поотрезала Паромою Нарежу и поставлю Здесь в основном грудинка Тушится, наверное, девочки Стушу сегодня картошку Не знаю, что еще готовить Знаю, у нас картошка Беспроигрышный вариант абсолютно Что, как бы, хорошо Едят его И сытно, и вкусно Вообще, у нас картошку очень любят Поэтому, наверное, сейчас приготовлю Стушу картошку С мясом Так, ну что Сейчас нарежу мясо Пусть оно у меня пока Жарится Я буду чистить картошку На такое блюдо, конечно же, картошки Мне много понадобится Так, ну все, мясо я нарезала Поставлю сейчас тушить И возьму счистить Картошку Лук Начищу, нарежу И буду продолжать Тушить нашу картошку Бульончик у меня, кстати, варится Пенку я уже сняла и посолила Воду тоже уже поменяла Вторую залила Так что бульончик варится Завтра что-нибудь буду, наверное, жиденько варить Может, суп с лапшички Не знаю, посмотрим В общем, бульончик варится Ладненько Все, картошку я начистила Лук почистила Сейчас буду нарезать Мясо у меня тут жарится Тушится Помешала Сейчас лучок нарежу Все как обычно Все приготовлю Потом только Только буду все забрасывать У меня, знаете, девочки ЧП случилось Накрылся мой телефон На который сейчас, кстати, веду съемку Ну, как сказать, накрылся Он не полностью накрылся Но Мягко сказать, он заглючил Причем конкретно То есть Как я говорю, он живет своей жизнью Что он где-нибудь начинаешь делать И он побежал Все подряд сам по себе нажимает Если в WhatsApp Пытаюсь кому-то что-то написать Сообщение Он мне Что попал Набирает любой текст Смайлики Там текст Буквы Непонятно что И сам отправляет То есть Как я говорю Телефон живет своей жизнью Я уже, наверное Неделю Нахожусь в активном поиске Девочки В активном поиске Нового телефона Все Лучок, кстати, нарезала Вот Сама не знаю Какой я хочу телефон Еще не определилась С маркой Вообще Честно сказать Марка мне вообще Все равно какая Не Самая главная Камера Ну Девочки У меня поймут Кто снимает Кстати За кадром Нарезаю Девочки Картошку Сейчас нарежу Воду И положу Пусть пока Положит немного Вот Марка Вообще Мне без разницы Какая Какое название Вообще Все равно Мне Самая главная Камера Чтобы была Камера хорошая Достойная И короче Девочки Я не знаю Я уже выбираю Выбираю Уже столько На ютубе Пересмотрела Обзоров В интернете Еще И у нас В магазинах Смотрю Я не могу Никак определиться Хочется Знаете Потратить Ладно Там Конечно Я про айфон Молчу Айфон Я Как говорится Не вывезу Это очень Дорого Для меня Айфон Поэтому Так вот Какой-нибудь Телефон Андроид Ну Хороший Такой Знаете Даже он Будет Подороже Ладно Я допустим Накоплю Там Деньги Я куплю Этот телефон Подороже Смартфон Ну Будет ли он Меня устраивать Вот в чем дело Сейчас знаете Сколько смотрел Обзоров Сейчас почему-то Новые Эти смартфоны Смартфоны Все настройки Все хорошо Все хорошо Но батарея Слабая Четыре с половиной Тысяч Ампер То есть Если на этом У меня Пять тысяч Там Сто 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 Пять тысяч Есть Допустим А вот Сейчас Идут Современные Смартфоны Хотя Мой Ток-то Тоже Не старый Телефон Года Полтора Наверное У меня Уже Вышел Из строя Звук Протише Сделаю Вот Ну У меня Я считаю Что вышел Из строя Почему Потому что У меня Просто Загружен Загружен Всеми Этими Информациями Так как Все Работу Я веду На телефоне И съемку И монтаж И все Обработку То есть Все идет У меня Через телефон Ноутбук У меня есть Но как я уже Говорила У меня Очень Очень Слабенький Старенький Без обновлений То есть Он Ничего Не волокет Да и знаете Вот так вот Я уже думала Может быть Купить ноутбук И камеру Хорошую Потому что Знаете Есть такие Даже камеры Они небольшие Они вот так В руку Помещаются То есть Прям Ну не знаю Что даже Примерно Показать То есть Это Зашел ты в магазин Это не телефон Достать Вот ты его Доставил Вот этот вот аппарат И ты Пытаешься Там что-то снять Люди Конечно У нас Дикие Начинаешь Телефон Доставать Сразу Начинают Все коситься Что ты Снимаешь Не дай бог Там Кто-то Куда-то В кадр Попадет Лично Мне Вот мне Меня тоже Недавно снимали Я видела Что меня снимали Но я вообще Не среагировала Может быть Потому что Я сама веду съемку Поэтому я не среагировала Не знаю Но лично Мне все равно Снимать Это ради бога Я Как говорится Там В неглижении Хожу Там допустим Да То есть Ничего стыдного Вот Думаю Такую камеру Может быть Купить Чтобы Не так было Знаете Не так была Открыта Моя съемка Чтобы я снимала Не так в открытую Чтобы как-то Более-менее Было Меньше видно Эту камеру Но потом думаю Камеру купить Нужно купить Ноутбук Чтобы На ноутбуке Это все обрабатывать Монтировать Выпускать ролик На ютуб Заливать Все через ноутбук Потом думаю Да когда же Это все делать-то буду Я и так Ничего не успеваю А если сидеть За ноутбуком То есть Снял материал На камеру Потом эту камеру Подключил К ноутбуку Потом сел За этот ноутбук И начинаешь Монтаж Монтируешь Это Час Это в лучшем случае Час ты потратишь Ну если видео Такой знаете Объем на минут 15 15-20 Час ты точно потратишь Где-то что-то обрезать Где-то что-то добавить Ну кто занимается Знает Вот Час ты потратил На монтаж На оформление Всего ролика Такие заставки Превьюшку Создать Где-то какие-то Переходики Добавить Где-то что-то Потом ты начинаешь Это все Залить на канал Нужно На ютуб Еще и на канале Это все дело Обработать Добавить Там подсказки Добавить Хэгги Хэштеги Описание В общем это все И еще ты потратишь Ну минут Блин 20-30 Там не знаю Да То есть Когда Где взять Только времени Чтобы это все Чисто сидеть За ноутбуком То есть Ты сядешь И ты ничем Больше не сможешь Заниматься То есть Если ты сел За ноутбук Поработать Ты будешь за ним Работать То есть Ты никуда Уже не оторвешься Вот сел Как вкопанный Сидишь То есть Для меня Это очень Невыгодно Почему Потому что Для меня вообще В телефоне Выгоднее всего Работать То есть Телефон У меня всегда С собой У меня где-то Если появляется Свободная Как говорится 15-20 минут Допустим Я могу Я могу Себе Посвятить Своему каналу Своему ролику Допустим Где-то Что-то Демонтировать Где-то Что-то Вставить Музыку Подобрать В общем-то Поэтому Я думаю Наверное Все-таки Не буду Покупать Камеру Не буду Я Искать Себе Ноутбук Хороший Или компьютер Там Да Я все-таки Остановлюсь Снова На Телефоне Потому что Мне с телефоном Работать Выгодней Удобней Комфортней Все у меня Здесь на этом Телефоне Есть Все приложения Все-все-все Ну вот Поэтому Девочки Я сейчас В активном Поиске Кто смотрит Может быть Подскажете Посоветуйте Что-нибудь На что Можно Обратить Внимание Сегодня Я тоже Смотрела Некоторые Телефоны Смартфоны Знаете Сравнение Смотрела Там С другими Какими-нибудь Айфонами Ой Смартфонами Ну там Сравнение Мне Нужно сравнение В камерах Да Допустим Я ищу Самая главная Батарея И камера Все Девочки Я дорезаю Уже Картошку Пока Тут с вами Делилась Своими Насущными Проблемами За эти Телефоны За смартфоны Уже Тем временем Заканчиваю Нарезать Картошку Дорезаю Я ее Кладу В воду Пусть немного Постоит Пока У меня Мясо Поджарится Поджарка Поджарится И у меня И картошка Постоит Я ее Потом Просто Солью А полосну Холодной Водой И уже Добавлю В казанок К мясу Так Так Мясо У меня Уже Пожарилось Такое Зажарилось Прямо Такое Золотистое Румяненькое Красивое Получилось Мясо Засыпаю Сюда Лучок Морковку И будет Оно У нас Жарится Немножечко Прямо Жарится Потом Я уже Буду Добавлять Картофель Потому Что Мясо Не начало Рассыпаться А то Если Передержу Долго То Мясо Уже Рассыпется У меня Все По волокнам Прямо Рассыпаться Морковку Свеженькую Порезала Под Коречками Сейчас Буквань Чуть Поджарится И буду Добавлять Картошечку Все Девочки Картошку Я сюда Добавила Получился Полный Казан Налила Водички Чтобы Картошечка Такая У меня Более Жиденькая Была Как Супчик Типа Картофельный Добавила Роллтон Добавила Свою Приправу Которую Заказывала На Волдберрис Для Супа Красненького Вот эти Красные Крупные Хлопья Вот Чуть Чуть Подсолила Все Полный Казан Получился Я уже Накрасила Реснички Расчисалась Готовлюсь Идти на Работу Димка У нас Уже Прошел С Музыкалки Со своей На футбол Сегодня Опоздал Поэтому Не пошел У них Если Опоздаешь Они уже Не запускают Спортзал Все уже Да Димка Или ты Просто сидишь Смотришь На всех То есть Опоздавшим Играть Не дают Да Так Картошка У меня тут Еще не закипела Не знаю Успеет Не успеет Сориться Пока Ваня Придет с работы Я уже Подготовлена Идти на работу Ваня приходит С работы Я ухожу На работу Вот так и живем Бывает в дверях Встречаемся В пороге А иногда Вообще Не встречаемся Да Вот такая Получилась Картошечка У меня С морковочкой С мясом Сварилась Ими положила И Ваня Пришел с работы Тоже ему наложила Ну вкусненько Немножко попробовала Кушать уже не буду Потому что На работу Уже собираюсь Поэтому Вкусненько получилось Пусть едят Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok